привет вас здравствуйте добрый вечер я из украины город днепр вы откуда не секрет если украина город не больше днепропетров все верно о чем беседуете здесь может вопросы война политика двадцатый век история понял но так вопросы есть какие да вот выбирайте 3 темы назвал мне вопрос задать у вас есть вопросы так понимаю ну нет если у вас его нет задавайте пожалуйста готов поддерживать вторжение российской федерации на территории украины или нет приход российской федерации на помощь республикам донбасса поддерживаю понял и цели специальной операции поддерживать можете перечислить республики донбасс конечно луганская народная луганская народная республика и донецкая народная республика хорошо а как связано запорожская область и херсонская черниковская сумская николаевская одесская это мы подождем я понял смысл весь в том что по опыту луганской народной республики и донецкой народной республики жители херсонской области и запорожской области провели референдум и проголосовали за выход из состава украины в а вы верите в достоверность а вы верите в достоверность этих референдумов а вы не верите вы за себя ответе сначала я верю а понял хорошо а в целом выборы на территории россии вы верите конечно я сам в них участвую я все вижу понял мне с вами больше не о чем говорить если есть вы просто задавайте да не есть вопросы как вы считаете что произошло во время майдана плане государственной власти я не знаю как ответить на вопрос что произошло много чего произошло что я применю вопрос задам вы согласны что на украине произошел государственный переворот смотрите я согласен с тем что на россии продажи вперед о котором есть решение конституционного суда в украине какого-то решения суда о каких-то переворотах нет поэтому формулировки не вы полномоченный орган вот на россии есть у полномоченный орган вы начинаете свой разрешать в украине от такого нет я вас лично спрашиваю я лично говорю что это не я решаю и не вы решаете это ваше личное мнение у вас личного мнения нет что ли или вы не можете ответить я вас нет я не согласен что произошел конституционный переворот так я с этим не согласен не согласны другой вопрос задаю нарушение конституции во время отстранения президента от власти было или не до или нет простой вопрос важной вопросе заключена приступ позиция убирайте ее так далее отвечу вам да или нет хорошо отстранение президента конституционно или нет по вашему личному мнению не надо ли стоныlotные результате в В Украине не было отстранения президента. Хорошо. Назначение исполняющим обязанности президента конституционно или нет? Да или нет? Согласно 112 статье Конституции Украины, это конституционно. То есть при существующем президенте назначать исполняющего обязанности президента, так? Нет, не так. А куда делся существующий, когда назначили исполняющего? А вот для этого нужно читать постановление Верховной Рады Украины, которое вы, я так понимаю, не читали. Давайте прочитаем вместе. Давайте вместе прочитаем. Отлично, прочитайте вслух, пожалуйста. Вслух вам читаю. Значит, не дословно, но условно. Что конституционная рада, которая не имеет никаких полномочий смещать, назначать, отстранять. Чего вы смеетесь-то? Вы не смеетесь, а вы... Я сказал, прочитайте, а вы сейчас рассказываете что-то из твоей головы. Для начала, для того, чтобы что-то обсудить, нужно прочитать. Там предложение, ну, 15 секунд читать. Вы можете просто, ну, прочитать? Государственная ваша... Или не государственная, как она там... Не-не-не, вы сможете прочитать или не сможете постановление? Да я умею, подожди, подожди. Не буду я ждать. Ответьте на вопрос. Вы сможете прочитать или нет? И мы пойдем дальше, я не против. Читаем или не читаем? Хорошо. Но ты только не соскочи. Если ты соскочишь, то ты будешь нехорошим человеком. Хорошо? Я сейчас телефон возьму и тебе просто. Давайте. Подожди. Виси. Опять между собой. Ну, пока интересно, на самом деле, посмотри. Куда нас выведет эта дорожка. Потому что у нас-то все есть. Да-да, хотя бы. готов прочитать. Это уже, ну... Я же говорю, посмотрим, куда это нас приведет. Но потому что пока что, чел, ну, пропагандистки теки наваливает и все. Кстати, кому интересно причины, причины, например, вот здесь тоже написаны. Много кто об этом не знает, но вот здесь вот хорошая формулировка. Я пока ищу, просто вопрос. Нет, смотрите, 22.02.2014, постановление самоустранения. И Google вам первое выдаст ссылку. Да-да-да-да. Да-да-да. Я про это и говорю. Только не пользуйтесь Яндексом. Там может этого не быть. Почему? Ну, я не знаю. Я просто знаю, что в Гугле это 100% есть. А что там в вашем Яндексе, я не знаю. Я думаю, что вы им пользуетесь неоднократно. Яндексом? Смотрите, я когда закончил училище, я буквально пару раз пользовался этим Яндексом, но мне максимально не понравилось. Это было лет 10 назад и все. Даже нет правил никакого. Ответ товарищей нет, вот поэтому. Ну, бывает. Нашли? Сейчас открывай. Отлично. Просто я думал, что достаточно будет. Постановление 22-го, 02-го, 14-го, 757, дробь 7. Так, все верно. Да-да-да. Теперь читаем. О, читаю дословно. Постановление Верховной Рады Украины. О самоустранении президента Украины от выполнения конституционных полномочий и назначении внеочередных выборов президента. Так? Отлично, да, оно. Читайте дальше. Учитывая, что президент Украины Янукович самоустранился от выполнения конституционных полномочий, что угрожает... Ну, я не буду все это... Не, прочитайте тут же немного. Прочитайте полностью. Ну, территориальной целости, суверенитету, массовому нарушению прав и свобод, исходя из обстоятельств крайней необходимости, выражая суверенную волю украинского народа, выражая, причем, да, ладно, к этому вернемся, вот, суверенную волю народа, Верховная Рада постановляет установить, что президент, товарищ президент, неконституционным способом самоустранился от осуществления конституционных полномочий и является невыполняющим свои обязанности. Так. Дальше поехали. Согласно пункту 7-му части 1-й статьи 85-й Конституции Украины, назначить внеочередные выборы президента на 25-е мая 2014-го года. Так? Так. В настоящее время вступает в силу с момента его принятия председатель Верховной Рады Турчинов. Отлично. Так. Вот теперь вопрос. Имела ли Рада право конституционное отстранять президента? Читайте еще раз первый пункт вслух. Читаю. Установить, что президент Янукович неконституционным способом самоустранился от осуществления конституционных полномочий. Отлично. Вы ответили сами на свой вопрос. Поздравляю вас. Спасибо. А в чем? Что я ответил-то? А где был президент? Что значит самоустранился? Кто это определил? Вы только что шапку читали. Учитывая, что президент Украины самоустранился. Вы же это вслух читали. Я вам читаю. Но на каком основании? Что значит самоустранился? Выше написано. Над первым пунктом написано. Вы же читали только что. Вы уже забыли. Учитывая, что президент Янукович самоустранился от выполнения конституционных полномочий. Вот. И дальше продолжается сюда-сюда. Первый пункт, он повторяет слова преамбулы. Нет, он не повторяет слова преамбулы. Что значит? А? Ну, я не понимаю. Я вижу. Преамбулы написано. Учитывая, что президент Украины Янукович самоустранился от выполнения конституционных полномочий. Это первые слова этого постановления. Да. Учитывая, что он самоустранился. А кто сказал, что он самоустранился? С чего это взяли? С чего это взяли? Это отсутствие его на рабочем месте. Раз. Второе. Перечень того, что следствует в связи с его отсутствием. Это два. И третье. Там черным по белому написано, что... Где рабочее место президента, можете сказать? Я понял. Ну, что понял? Ну, вы можете ответить на вопрос, где рабочее место президента? Что понял? Можете ответить или нет? Смотрите, я вам вкратце опишу ситуацию, связанную с этим днем. Интересно? С этим днем. Ладно. Не, подождите. По-моему, 20 или 21 числа сборище произошло, где Янукович подписал, что да, он согласен с перевыборы на те же 25 мая. Соглашение с топозицией. Все верно. Было такое. Да, соглашение там с этими ублюдками. Вот. Бог с ними. А что с ублюдками? Подождите. А что? А почему они не выполнили свое подписанное это? Обещали. То есть, там было подписано, что все расходятся в разные стороны, все прекращается. Почему на следующий же день родилось вот это вот? И начался гудеж на Майдане. Подождите. Смотрите. Я так понимаю, вы не видели, что говорил Янукович на следующий день, когда в Харьков полетел? Вот вы даёте. Он давал интервью, в котором сказал, что он не будет выполнять то, что он подписал. Он интервью дал, стоял перед камерой и вслух говорил, что я не буду выполнять. Покажите это интервью. Сейчас, секундочку. Покажите это интервью. Да, 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 сейчас, секундочку. Секундочку, понимаю. Понимаю, что, ну... Открывайте, я вам в чат скинул название видео на ютубе. Да вот так, включите его. Как, как? Или назовите в ютубе просто, как он называется, я его открою. Я в чат вам скинул, в чат название видео скинул. Я не буду в чате открывать. Вы мне просто скажите в ютубе, как он называется. Хотя бы там первые слова. Я открою его. Так в чат, посмотрите, в чат, гляньте. Я не буду в чате. Что вы... Где в чате? У меня нет, я не вижу ничего. Давайте. В ютубе как называется? Так в чате написано, посмотрите глазами. Виктор Янукович записал видеообращение до грамотин в Украину. Вижу. И что дальше? Ну, вбивайте это в ютуб. И это вот видео, это название. Он давал интервью. И вот сейчас я вам скажу время, вы ее откройте, глянете. И они должны об этом слышать. Слышать от меня. Я ничего подписывать не буду с бандитами, которые сегодня терроризируют всю страну, украинский народ. Позорят Украину. Вы подписали все условия, которые были предоставлены на оппозиции. Майдан не расходится. Что делать в этой ситуации? Как быть? Что я буду дальше делать? Пошли? Записал. Сейчас, сейчас. Вот так будет покороче. Корич. Что там у него? Записал. Видео. А, так латинскими руками? Ну ладно. Ну ладно. Латинскими буквами, чего? Ну здесь вы вот прислали, например, видео. Я плохо вижу. О звери. О зверения. Записав видеоозверение. Вот так написано. Как еще раз видеоозверение? О зверения, да. Ну вы прочитайте, что вы прислали. Венукович записав видео, причем и палочка с точкой. Вот это что? Это называется украинский язык. А что, в украинском языке есть палочка с точкой? Ну как видите. А сколько в украинском языке букв? Не отвлекайтесь, пожалуйста. Найдите видео по буквам, прямо скопируйте, вставьте. Я не смогу. Копируйте там же вот в горовую. А это сзади ваш портрет висит? Я. Ну, картина сзади вас. Ну это картинка просто. Не обращайте внимания. Согласен. А зачем вы вот это? Зачем вы мансите? Я не понял. Вы там уворачивайтесь от выстрелов или что? Чего делаю? Ну вы вот так вот сидите. Вот это вот. Это что? Это зачем? У меня с огрением плохо. Я просто смотрю, экран наклонен. А вы за компьютером сидите? Да, за компьютером. Да, за ноутбуком. Вы можете скопировать этот текст и вставить в соседней вкладочке. Нет, я просто на телефоне набираю этот текст. Нет, я понял. Куда я его скопирую? Если я сейчас скопирую, то здесь отключится все. Поэтому я на телефон просто набираю. А здесь красным текстом написано. Его очень плохо видно. Тем более буквы какие-то непонятные. Ну, понятные, конечно. Но они... Как бы же все стали вдруг сразу украиноязычными. Хотя его ни хера не понимают. В смысле стали украиноязычными, если это видео выложено 9 лет назад. Вот о чем вы говорите? Нет, нет, я просто про вас имею в виду. Громодян украинский. Ну, вы говорите на украинском языке, а там смеетесь. Вот, типа, вот я такой дурак, украинский язык не понимаю, а вы такие... Вот он, Викторович, записав. А, ну все, вот он нашел. Отлично, мотайте сразу на третью минуту. Все верно, я говорю, давал интервью, да, да, да. Все правильно. Вы можете на третью минуту перемотать? Потом сами полностью посмотрите. Давайте вместе. Все, тормозите. Услышали, да? Подождите, дослушаем. Не, а зачем? Мы подписали все условия, которые были предоставлены. Подождите, дослушаем дальше. Давайте. Надо передергивать, тихо. Как будет? Что я буду дальше делать? Я буду делать все, чтобы защитить свою страну от раскола. Я буду делать все, чтобы остановить кровопролитие. Я еще не знаю, как я это буду делать. Я уже сегодня много встречался с людьми, советовался. Я дальше поеду по юго-востоку страны, которые пока еще недели. Пока остановим. Так я ничего не понял. А зачем мы не хотели показать? Он сказал, что отказывается. Он не будет ничего подписывать. Понимаете? Так он их подписал вчера. Так все верно. Но там же другая формулировка была, что он подписал. Он не имел в виду, что не будет подписывать что-то дальше. Что дальше? Что дальше не будет подписывать? Я не знаю, что. А что он не будет больше подписывать? Что вы имели в виду? Так в том и суть. Это отказ от выполнения. Он подписал соглашение, которое нужно открыть и посмотреть по пунктам, что было в соглашении. Подожди, будем слушать дальше. Зачем дальше? Дальше неинтересно. Тихо, тихо, подожди. Он подписал соглашение, я. Теперь нужно открыть соглашение и понять, что именно он должен был выполнять. И от чего он отказался. Вдовы, да. 5 баллов. Как вы были вот этой. Не надо тянуть за уши всякую ахинею. Он здесь четко и ясно. Да, он подписал соглашение. Остановить, прекратить. Выборы тазата туда-сюда. Следующий этап, нужно открыть соглашение. Откройте соглашение. Что было в соглашении? Открывайте, читайте мне теперь соглашение. Я не буду. Я уже третий открываю и какая-то лабуда. Открывайте вы и читайте. Будем вместе с вами читать. Так я открою и вы открывайте. Вместе будем идти дальше. Все верно. Вы меня парите мозги. Запарили мозг с постановления Верховной Рады. Непонятно как-то чего-то, бред сумасшедшего написан. Здесь он говорит, что он больше ничего не будет подписывать. Но он не отказывался от того, что он уже подписал. Он подписал соглашение. В соглашениях были прописаны, например, законы, которые он должен принять. Там были прописаны пункты, связанные с досрочными выборами, которые он тоже должен был подписать. Понимаете, соглашение это перечень того, что должен подписать Янукович. Янукович, он сказал, что подписывать то, что прописано в соглашении, он не будет. Вы врете. Соответственно... Вы врете. Открывайте соглашение, будем читать. Читайте мне, я вам поверю. В чем я соврал? Я не знаю. А, то есть я вру, но вы не знаете, в чем я соврал. Два раза уже соврали. Два раза уже соврали. Вы сказали первое про постановление Рады. Я вам доказываю, что она незаконная. Что я соврал? Подождите, что я соврал? Не имеет права Рада определять. Не имеет права Рада определять саму страницу или не саму страницу. Это раз. Что я соврал? Вы сказали, что президент... Подожди. Президент отказался... Я не буду ждать, что я соврал. Скажите, пожалуйста. Янукович отказался от своих слов. Ваши лично слова. Здесь он говорит, что я не буду подписывать больше с ними ничего. Потому что в соглашениях были пункты, понимаете? Было шесть пунктов. Прочитайте этот пункт. Прочитайте эти пункты. Я не знаю, какой он сказал. Вот смотрите, хорошо. Конституционная реформа. Кто ее должен проводить и как? Второй пункт этих соглашений. Вашей стране там должен проводить. Хрен его знает. Ваша конституция, вы ее проводите. Президент должен это подписать. Рада примет закон, президент утвердит. Он должен подписать это. Второй пункт. Конституционная реформа, уравновешивающая полномочия президента, правительства, парламента, будет незамедлительно завершена в сентябре 2014 года. Как ее провести, расскажите? Если президент отказывается ее подписывать. Он соглашение принял, но отказывается выполнять их. Как? В этом соглашении выборы президента когда были прописаны? Подождите, давайте по очереди идти, правильно? Давайте по очереди. Первый пункт вступил в силу закон. Нет вопросов. Второй пункт. Конституционная реформа. Что делать? Подождите. Сейчас начнем разбивать вашу третью позицию. Я открываю это соглашение. И начнем по соглашению. Если вы это... Ой-ой-ой. Да, интересные вы ребята, конечно. Любите вы это. Как были вы, блин. Так и остались. Так. Соглашение. Бать. Янукович отказался. Моцины. А вы только что не услышали? Или это фотошоп? Это не фотошоп. Это доказывает, что вы врете. Вы мне соврали. Сказали, что Янукович отказался от этого соглашения. Так было? Так он же вслух сказал, я не буду ничего подписывать. Подождите. Ничего подписывать. Он подписал соглашение? Он отказывался от этого соглашения? Соглашение пункты, которые нужно выполнить. Для того, чтобы их выполнить, нужно принять законы, реформы и так далее. Они выполняются тем, что кто-то что-то постановляет, президент утверждает. Президент сказал, я не буду ничего подписывать. Что это такое, если не отказ от выполнения? Что это? Сейчас почитаю. Текст соглашения. Первый пункт. В течение 48 часов после подписания данного соглашения будет принят и подписан обнародован социальный закон, который восстановит действия Украины с 2004 года с изменениями, внесенными до этого времени, ниже подписавшихся о намерении создать коалицию и сформировать правительство национального единства в течение 10 дней после этого. Закон был принят. С этим вопросов нет. Второй пункт. Конституционная реформа. Правда. Отвалился. Хорошо. Дальше поехали. Конституционная реформа, уравновешивающая полномочия президента правительства парламента, будет начата немедленно и завершена в сентябре 2014 года. Так? Отлично. Президент говорит, я не буду ничего подписывать. Как провести эту реформу? Подождите. Здесь ничего не сказано про подписание. Здесь написано, что конституционная реформа, уравновешивающая полномочия правительства, будет начата. Причем тут подписывать или не подписывать. Вы к чему это клоните? А как ее начать без документа? Хватит за уши тянуть всякую ахинею. Переходим к третьему пункту. Второй пункт. Третий пункт. Президентские выборы будут проведены сразу после принятия новой конституции, но не позднее декабря 2014 года. Можно тебе показать, что вы читаете? Конечно. Пожалуйста. А с чего начать? Не, покажите, говорю, что вы читаете. Ой, блядь. Как можно вот, ну, что-то делать, если нет бумажки? Вот президент говорит, я не буду подписывать. Вот как? Как идти дальше? Как и что с этим делать? Ну, как? Никак. Президент говорит, я не буду ничего подписывать. Пусть так проводят реформу. Пусть проводят реформу, блядь, без подписанных документов. Такой пиздец, честное слово. Но мы пытались. Мы пытались пройтись по документам. Он услышал слова, он прочитал документы. Слова ему не довод, документы ему не довод. Я все вру и так далее. Хотя я ничего вообще от себя не сказал. Абсолютно ничего. Я пытался разъяснить. Он читает документ и все равно говорит, а Верховная Рада имела право его отстранять. Читают, президент самоустранился, а Верховная Рада имела право его отстранять. Но мы пытались. Давайте так, будем честны, мы пытались. Мы пытались, мы пытались привести доводы. Человек открыл доводы. Но ситуация связана с проблемами интеллекта. А он, как там, у нас есть такая формулировка, там, как там, читаю книгу, вижу фигу, или что-то такое. Вот чел читает, но, к сожалению, не та степень развития. Но была попытка неплохая, я так считаю. Продолжение следует...